Всем привет! На канале Тимур 11 ТВ. Сегодня мы продолжим читать приключения Незнайки. В прошлой серии мы остановились на том, что мы прочитали полную главу 26, какая называется «Возвращение гвоздика». Сегодня нас ждет глава 27, какая называется «Неожиданная встреча». Ну что, поехали! Глава 27, «Неожиданная встреча». Работа подготовки к балу была в полном разгаре. Беседка для оркестра и палатки вокруг танцевальной площадки уже были построены. Тюбик расписывал беседку самими затейливыми узорами, а остальные малыши окрашивали палатки во все цвета радуги. Малышки украшали площадку цветами разноцветными, фонариками и флажками. Незнайка носился туда и сюда, распоряжался изо всех сил. Ему казалось, что работа идет очень медленно. Он кричал, суетился и только другим мешал. К счастью, каждый без него знал, что нужно делать. Я вам тут хочу такое сказать, что мы в прошлой серии вам вопросик такой задавали, что какой вам месяц больше нравится, лучший из лучших. И мама написала, что январь. Ну что, поехали. Кто-то придумал устроить вокруг площадки скамеечки, но не было досок. Незнайка готов был урывать на себе волосы от досады. Эх, кричал он, не могли лишних досок привезти. А теперь все машины уехали в Змеевку. Ну-ка, давайте ломать какую-нибудь палатку. Мы из нее скамеек наделаем. Правильно, закричал войско. Скамейки тоже нужны. И, кстати, я тут такое хочу сказать, что я тут вам придумал вопросик, но, как вы уже видите, что на календаре уже 10 октября. И вот, видите, у нас тут такое... Какое у вас любивое число в месяц? Вы можете писать любой, без цифр. Нам сегодняшний вопросик без цифр. Ну ладно, поехали. Ну нельзя же одно делать, другое ломать. А ты чего тут распоряжаешься, вмешался Незнайка? Кто у нас главный, ты или я? Сказано, ломать, значит ломать. Неизвестно, до чего бы дошел этот спор. Но тут вдали показалась машина. Бублик вернулся. Закричали все радостно. Теперь можно будет досок привезти. И не нужно палатку ломать. Машина подъехала из кабины. Вылез Бублик. За ним появился еще один коротышка. Все с изумлением смотрели на него. Батюшкин, да ведь это наш Знайка! Закричал доктор Пилюлькин. Знайка приехал, завопилая стеряйка. Малыши моментально окружили Знайку, стали обнимать его и целовать. Наконец-то мы тебя нашли, говорили они. Как это вы меня нашли, удивился Знайка. По-моему, это я вас дошел. Да, да, правильно, ты нас дошел. Но мы думали, что ты нас совсем покинул. Я вас покинул, снова удивился Знайка. По-моему, это вы меня покинули. Ты ведь спрыгнул на парашюте, а мы остались, ответил Понтик. А зачем вы остались? Я ведь дал команду всем прыгать. Надо было прыгать за мной, потому что шар все равно уже не мог долго летать. А вы, наверное, струсили, побоялись. Да, да, струсили, закивали все головами. Конечно, струсили, сказал Незнайка. Побоялись прыгать, интересно, было бы выяснить, кто первый струсил. Кто, спросил Небоська. Ты же первый Небосье струсил. Я удивился Знайка. Конечно, ты, закричали тут все. Кто сказал, что не надо прыгать? Ты разве... разве... не ты? Ну, я создался Незнайка. А зачем вы меня слушали? Правильно, усмехнулся Знайка. Нашли кого слушать. Будто не знаете, что Незнайка осел. Ну вот, разве... Незнайка руками. Теперь выходит, что я осел. И трусишка добавил в сиропчик. Да, к тому же еще в рудишко подхватил Пончик. Это когда я врал, удивился Незнайка. А кто говорил, что ты шар выдумал? Спросил Пончик. Что ты, что ты замахал Незнайка руками? Никакого шара я не выдумывал. Это Знайка выдумал шар. А кто говорил, будто ты у нас главный? Напирал на Незнайку сиропчик. Да какой я главный? Я так просто... Ну, просто совсем ничего оправдывал, что Незнайка. А мы теперь до тебя просто тьфу. Теперь у нас Незнайка главный. Продолжал кричать сиропчик. Малышки, которые слышали весь этот разговор, стали громко смеяться. Они увидели, что Незнайка обыкновенный хвостун. Галышка и Кубышка побежали сейчас же рассказывать всем, что Незнайка оказался глунишкой и что шар выдумал вовсе не он, а Знайка. Сидегласка подошла к Незнайке и с презрением сказала. А вот что Сидегласка сказала, мы узнаем в следующей серии. А сейчас ставь лайк и подписывайся на канал Тимур 11 ТВ. Пока-пока, пока-покеда.